Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Интересно, какой будет отклик. Но отклик получился хороший, люди принесли целую кучу вещей. И мы их собрали, увезли к себе в маленькую коммунатушку, которая была предоставлена нам социальной ветеринарной клиникой от маленькой жизни. И там, собственно, развернули всю свою деятельность. Даша, вы мне рассказывали, что когда этот первый сбор был, для вас была какая-то знаковая одна очень встреча. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом. Когда уже сбор подходил к концу, и люди несли одежду, меня в сторонку отвела одна пожилая женщина. И она мне так тихонько на ушко сказала, Даша, а вот, ну, вы знаете, у меня куртки зимние нет. Вы когда будете первую раздачу делать? И она сама настолько была вот этим взволнована, что она прям чуть ли не плачет мне говорила. И я тогда подумала, что, ну, точно всё не зря. Точно всё, проект в нужное русло встал. И значит, ну, это действительно то, что нужно нашему городу. А на тот момент у нас, наверное, кроме «Дома для мамы», никакая организация особо не занималась вещами. И при том «Дома для мамы» занимается узконаправленными. То есть не всей той категории, которой мы выдаем вещи, они выдают. И поэтому я поняла, что да, действительно, этот проект нам нужен, и нужно его развивать. Мне кажется, потому что я могу понять те чувства, которые испытывала женщина, потому что очень неловко находиться в состоянии просящего. А здесь ты действительно, ты не просящая, ты приходишь, и как-то так, я-то понимаю, что это вот в такой, ну, не то что приятной, но лёгкой обстановке, ты действительно получаешь те вещи, которые тебе, ну, жизненно необходимы. Мы стараемся создать эту атмосферу. Хорошо. Даша, какая категория людей к вам обращается? У нас очень много категорий. То есть это и многодетные семьи, и пенсионеры, и семьи с малым достатком, одинокие родители, выпускники детских домов, люди с ограниченными возможностями здоровья. Как они узнают о вас? Ну, мы сначала начали сотрудничать с социальными службами города, разместили там свои буклеты, плакаты. А вот у нас есть буклеты, они лежат на столе. Да, вот такого же плана. А потом, когда начали работать, пошло очень хорошее сарафанное радио, и все стали приводить с собой друзей, коллег, там, соседей по площадке. Ну, и всё, и вот как-то так разрастаемся мы с каждым разом. Вот мне понятно, почему проект социальный, но обязательно мы говорим экологически, да? Вот почему социально-экологически? Давайте вот здесь вот попытаемся понять. Ну, дело в том, что ведь мы понимаем, что не вся одежда, которая к нам приходит, она готова быть одеждой другого человека. То есть она бывает в таком состоянии, ну, что её уже никуда не денешь. Даша, вот так корректно рассказали, не готова быть, да, действительно. Вот я думаю, что санитарные нормы, да, вот об этом нам... Да, мы об этом тоже поговорим. И, значит, суть в том, что эту одежду, ты же её куда денешь? И выкинуть её на мусорный полигон, это сказать, что она там будет годами гнить, и никуда она оттуда не денется. Поэтому мы нашли такое экологическое направление в своей деятельности, мы её отдаём на переработку, либо на утилизацию. Но утилизация у нас же опять такая, с добром, да? У нас часть одежды забирают, не одежды, точнее, а обуви забирают на топку зимой помещений. Ну, то есть у людей всякие ситуации бывают, и кому-то, ну, это тоже бывает полезно. Вот, поэтому, собственно, поэтому мы и выбрали это экологическое направление нашего проекта, поэтому мы и говорим, что это социально-экологический проект. И вот за полтора года работы мы отправили в переработку не так давно полторы тонны одежды. Вот, и, ну, довольны были этим очень. Не, ну, конечно, когда начинают звучать вот эти цифры тонны, да, то это, конечно, ты понимаешь просто масштаб и размах деятельности. Мы говорили с вами о том, что проект существует полтора года, и вот это лишь одна из цифр, которая прозвучала. Там вот ещё какие-то там есть тоже масштабные, феноменальные цифры. Ну, значит, за это время мы приблизительно, я сейчас говорю, потому что первое время мы, так скажем, по незнанию, что ли, не фиксировали прям точные цифры, но приблизительно за это время мы приняли и раздали более 30 тонн одежды. К нам пришли за помощью 800 семей там с хвостиком, и это больше 2000 человек. 2000 человек. Ну, это действительно, это в рамках нашего не очень большого города, мне кажется, это такая дизайн. В рамках нашей маленькой комнатушки, которая у нас была, это очень хорошая сумма. А вот что такое маленькая комнатушка, Даша? Насколько она прям маленькая? Она, по-моему, то ли 25, то ли 30 квадратных метров, ну, то есть совсем небольшая. Комната эта вот была в социальной ветеринарной клинике, там у нас были тоже штанги, было очень неудобно, очень было тесно, и особенно когда мы разрослись, и люди стали нам прям потоком нести эту одежду, нам её просто девать было некуда. И, соответственно, из вот этой вот тесноты родился наш переезд, и он состоялся... Ну, мы потом, давайте поговорим, да, не будем забегать вперёд, да, до переезда ещё. Потому что я так думаю, что сначала, наверное, вот люди, отдающие одежду, это, по-моему, лишь только первый шаг, да, то есть вот он был сбор, люди начали нести одежду, что дальше? Вот как происходит вообще? Дальше мы с волонтёрами вместе разбираем эту одежду, и если бы не было волонтёров вообще в этом проекте, этого проекта бы сто процентов не было, пользуясь случаем. Да, 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 да. Мои любимые волонтёры, вам большой привет, и вам большое спасибо, что вы со мной вообще в этом проекте. Даша, у вас там команда какая-то есть. У нас там команда, да. Значит, в этой команде разного возраста люди, но, наверное, самые мои такие любимые, правая такая моя рука мощная, это люди уже пенсионного возраста, я их очень люблю и очень благодарна, что они со мной рядом, и они такие вот ответственные, такие вот постоянно приходят, помогают, работают с людьми сами, бескорыстные. Ну вот прям вот то, что ценится в волонтёрах, вот это вот именно в них есть. Даша, вот как вот, то есть рано утром люди собираются и к вам приходят, да, и начинают мне с вами помогать? Нет, рано утром. Рано утром? Мы раньше работали с трёх часов, теперь мы работаем с двух часов именно разбор и раздача одежды. И они, да, они оставляют свои дела и приходят к нам помогать, помогают разбирать одежду, приводить всё в порядок. Тем более, когда мы были в маленькой вот этой комнате, там постоянно приходилось нам переделывать оборудование, что-то дополнять, чтобы было удобно. И, собственно, благодаря тому, что они вот так вот помогали, мы выросли в то, что мы сейчас выросли. У нас есть возможность увидеть ролик, который нам наглядно покажет, как выглядит магазин, да, это сейчас уже, да, или магазин? Нет, это старый ролик на старом месте. Да, на старом месте. Да, ну, по крайней мере, мы можем увидеть, как выглядела работа, да, экологического проекта Комод. Пока мы смотрим, звоните по телефону 35-55-00, присоединяйтесь к нашей беседе и расскажите нам, куда вы пристраиваете ненужные вещи. А пока посмотрим ролик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Программа «Магнитогорское времечко». Мы работаем в прямом эфире. И у нас гости Дарья Буянкина, организатор проекта Комод. Даша, когда мы, прежде чем посмотреть ролик, мы с вами поговорили о том, что мы рассказываем о том, как существовал проект на старом месте. То есть проект переехал. Да, проект переехал. В этом отдельная благодарность администрации города, которая дала нам льготное помещение в 127 квадратных метров. Оно большое, просторное, хорошее помещение. И мы переехали туда в начале января. Открытие у нас было недавно, совсем 1 февраля. Там у нас теперь не только комнаты бесплатной раздачи, у нас там теперь и благотворительный магазин, который работает каждый день. И суть этого благотворительного магазина была в том, чтобы одежде дать еще одно направление, через которое она может принести пользу. То есть это быть проданной в новые руки. Прибыль, которую мы планируем получать от продажи этих вещей, мы планируем направлять опять же на бесплатную раздачу, потому что там у нас есть определенные траты, чтобы содержать ее. И на другие проекты наши социальные, которые нужны нашему городу. Вот, Даш, чтобы сразу все стало ясно и понятно, то есть остается все та же функция раздачи бесплатная, да? И в то же время тут же рядом существует социальный магазин, где, ну я так понимаю, все-таки за не очень большие деньги продаются. Да, цены у нас от 10 рублей и выше. Самая, наверное, высокая цена в магазине 450 рублей за зимние сапоги. Это прям очень низкая стоимость, при том, что мы пошли еще дальше. И всем людям, которые у нас обслуживались раньше, у которых есть социальный статус, про которых я говорила, да, это пенсионеры, многодетные, малообеспеченные, люди с ограниченными возможностями здоровья, выпускники детских домов, одинокие матери и отцы, они могут со своим удостоверением прийти в наш благотворительный магазин и набрать целый пакет одежды, это прям большой такой пакет, и за него отдать всего 1000 рублей. Но, по-моему, в рамках нашего города вообще такой акции я нигде не встречала. Это очень выгодно. Когда, ну я так вот, мы немножко с вами уже коснулись этого момента, разбор вещей, обработка или вообще вот какие-то санитарные нормы как-то вообще вот встают вообще? Мы можем вообще об этом говорить или нет? Почему нет? Люди же должны знать, да, зачем они приходят. У нас все вещи, которые нам люди приносят, они все проходят стирку. Сами люди их стирают и приносят нам. Мы стиркой не занимаемся, но мы попадали в такие ситуации, когда люди приносят нам грязную, откровенно грязную одежду. Такое, к сожалению, бывает. И мой призыв просто, если вы хотите отдать одежду в добрые руки, если вы хотите, чтобы она дальше служила, нужно привести ее в надлежащее состояние. Потому что иначе мы просто, мы с волонтерами любим свой труд. И мы такие пакеты и такие вещи, мы их даже не разбираем, мы отправляем их сразу в утиль. То есть этим вещам им все равно нет второй жизни. Нужно обязательно их мыть. То есть если вещи грязные, то, конечно, их никто не будет приводить в божеский вид. И не надо думать, что вы отдаете это в химчистку какую-то. Нет, потому что у нас на территории Российской Федерации нет такого законодательства, которое обязывает нас проводить химчистку для одежды, так как это все внутри страны вращается, эта одежда. Поэтому, да, просьба тем, кто отдает нам одежду, ее просто стирать. Не надо ее утюжить. Да, мне сложно представить, но за полтора года сколько, я даже не знаю, сколько одежды вы разобрали. Да, я уже говорила, что более 30 тонн мы перебрали одежду. Это я даже не могу вообще представить, как это в количестве выглядит, потому что это такой конвейер. Но когда мы переезжали из нашего старого помещения на Мичурино-126 в Новое, мы вывезли пять газелей, доверху забитых вещами. И это вообще, боже мой, когда мы это перевозили, казалось, откуда? Откуда это столько вообще накопилось у нас? Ну да, это так много. Насколько этот проект нужен городу? Вот как вам кажется, Даша? Вы видите, вы работаете, вы встречаете, люди вам рассказывают, говорят, насколько им это надо, да? Вот отклик какой? Ну, самый, наверное, большой отклик, это то, что с каждой раздачей все больше приходит людей. И вот, допустим, если раньше у нас был один день раздачи, то теперь в новом помещении их три, это среда, четверг, суббота. И в каждые из этих дней приходят с семьями, и при том приходят с семьями с детьми, с бабушками, с дедушками. И это говорит о том, что этот проект живет, и он нужен людям. И они приходят за одеждой, и они всегда уходят у нас с какими-то обновками для себя. И такие прям, особенно детей обожаю, когда они приходят, потому что игрушки же нам тоже приносят. А игрушки тоже есть, да? Да, и они, когда там новые какие-то у них игрушки, они там прям пищат от удовольствия. И меня это очень радует. Об одной акции мы рассказали. То есть проект такой, он меняется, он переезжает, с ним происходят различные метаморфозы, проходят какие-то акции. Что еще? Чем живет проект сегодня? На данный момент мы запустили сбор на планете. Это краудфандинговая площадка, где мы просим присоединиться к нам. Потому что магазин еще только начинает работать. Мы, к сожалению, еще с него не можем себя обеспечивать. И на то, чтобы открыть этот магазин, у нас были определенные затраты. И они были немаленькие, потому что помещение было с проблемами. Там была прорванная канализация, и стояла такая черная плесень выше, как сказать, ну, в общем, больше полутора метров от пола. И нам, конечно, чтобы привести это помещение в то, как он сейчас выглядит. Чтобы это было рабочее, действительно, рабочее удобное. Нам пришлось очень много туда вложиться, и эти деньги нужно нам, конечно, вернуть людям, которые нам помогли. Поэтому, да, мы запустили этот сбор, и там такой сбор еще приятный. Он как бы с какими-то подарочками. То есть это не просто там пожертвование, а за это пожертвование вы получите там классные деревянные блокноты, или там распечатку своего портрета, или фотографии на дереве, или всякие там амулеты в виде куколок, которые делают, кстати, наши волонтеры. Они из одежды, которую мы отправляем в переработку, делают таких маленьких славянских кукол, как обереги. И вот эти вот обереги мы тоже подарим взамен на пожертвование. То есть, ну, много всяких приятностей, поэтому я прям, ну, призываю. Вот давайте вот механизм, как можно помочь вашей организации. То есть есть площадка, да, я так понимаю, «Планета» называется, да? И как ты набираешь, как вы это расскажите, чтобы зрители, возможно, хотели бы присоединиться. Да, есть такая площадка краудфандинговая, называется «Планета». На нее заходишь, набираешь поисковики «Планета краудфандинг» или «Планета сбор». Она выдает ссылку, туда заходите, набираете «Люди, помощь, надежда». Это наш проект, который там называется таким образом. И там есть целая куча вариантов по сумме, по возможности, как оплатить. То есть много разных вариантов, и можно любую сумму там внести. Это вот касается «Планеты сбора». Также вещи, если есть ненужные вещи, можно нам приносить. Нужно нам приносить книги, посуду, что еще, детские игрушки. Это все то, что у нас требуется спросом. Нужно постоянно это, люди это просят. И третий — это приходить волонтерам. Потому что волонтерский состав у нас есть, но он всегда обновляется. Вы знаете, мы сейчас прервемся буквально ненадолго на рекламную паузу. Дорогие зрители, звоните. Мы хотим знать, куда вы утилизируете ненужную вещь. Нам это интересно. Звоните по телефону 35 55 00. У нас рекламная пауза. Одну секундочку. Здравствуйте. Полина Сергеевна, одну секундочку. Полина Сергеевна, одну секундочку. Дорогие зрители, у нас просто рядом параллельно говорит тут уже зрительница, которая хотела бы сказать слова благодарности. Вот давайте ему сейчас... Спасибо, Великой Низ, мне вам поклон. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Ну вот, видите. Вы знаете, вот Полина Сергеевна, она представилась по телефону, очень эмоционально говорила и говорила о том, что это очень важно, что действительно есть такие люди и есть такие проекты. Вот, ну, как-то так переволновалась, и мы больше с ней поговорили, получается так. Тет-а-тет. Вот. Хорошо, что есть у нас звонки и люди, которые говорят о том, что действительно это важно. Мне хотелось бы узнать, вот этот проект и денежный, да, то, что собирается. Есть ли вообще отклик какой-то вот в сборе в этом? Ну, в сборе сейчас, к сожалению, маленький отклик. Мы там собрали всего 1300 при заявленных 94 тысячи. Эта сумма родилась не с потолка, а она родилась при четких реалиях того помещения, которое у нас нам выдали. И, да, как я уже говорила, что она была с проблемами, мы пока все это отдирали, зашпаклевывали, красили, собственно, потратились хорошо туда. И плюс, кто уже был в нашем помещении, уже увидел, что мы там очень хорошо расширили зону бесплатной раздачи. И туда еще нам нужно докупить оборудование, потому что еще не все даже разобрали. Вот у нас есть, Даш, возможность, во-первых, призвать людей, да, которые могли бы помочь. И, конечно, вот уже зрители просят, чтобы мы сказали адрес. Мы как-то так много говорим об этом, но не называем, где находится ваше помещение. Ну, я вас приглашаю на Карла Маркса 123, это наше новое помещение, в котором теперь мы живем. Приглашаю на бесплатную раздачу. Бесплатная раздача проводится по средам, четвергам и субботам. Обязательно предварительная запись по телефону. И те, кто хочет стать нашим волонтером, приходите в пятницу. То есть здесь можно уже без записи с двух до шести часов. А также по Карлу Марксу 123, вход с торца. Есть вывеска какая-то, да, что есть легко найти, нет? Конечно, вы нас найдете, но есть вывеска, социально-экологический проект Комод. Ну и, собственно, про акцию еще раз напомню, да, пакет за тысячу рублей. Берите с собой социальный свой статус, который у вас удостоверяется либо удостоверением, либо какими-то справками. И приходите в наш благотворительный магазин. Там вы сможете хороший такой пакет приобрести. И это очень выгодно, и вещи хорошие. Действительно хорошие вещи. Ну и чтобы, наверное, приходили люди, которые приносили вещи, да? Ну да, я вас очень люблю, тех, кто приходит постоянно и приносит вещи. Спасибо вам тоже большое за то, что вы нам доверяете. И мы все так же открыты, все так же принимаем вещи, игрушки, что там, забыла я уже, посуду, книги. Ну все, чем готовы люди делиться, да? Да, кроме еды. Еду не надо нести. Единственное, чтобы одежда была в чистом виде, в надлежащем. Рассказывая об экологическом проекте, нужно не забывать, да, то, что вы являетесь частью большого движения, которое называется «Маленькая жизнь». Вот давайте буквально вот в несколько слов, чем живет это движение, что у вас нового происходит? Ну вот немножечко нам об этом. «Маленькая жизнь» значит, это та организация, которая вообще стала, наверное, моим проводником вообще в волонтерство. И эта организация очень многосторонне развивается. То есть это проект Комод, это только один из нескольких направлений. Это социальная ветеринарная клиника, которая находится на Мичурино-126. Там же есть, кстати, льготные программы для всех льготников. То есть вы с удостоверением пенсионера, к примеру, можете обслужить своего там кошку или собаку по льготным ценам. Это очень выгодно. Потом есть у нас проект «Чтение с собаками». Я думаю, уже многие о нем знают. Это проект, который работает с детьми и помогает им лучше читать, лучше общаться с животными. Также есть проект «Добродень», который развивает именно экологическое мышление у детей в школах. Для того, чтобы они вообще понимали, где они живут, в какой, как сказать, сфере, что ли. Чтобы они умели общаться с животными, они знали экологические направления и что вообще это такое. Что такое экология. Так, вроде бы про все сказала. То есть такое прям разнонаправленное. Разнонаправленное, да. Разнонаправленная организация. У нас уже очень много есть людей, которые нам верят. И я надеюсь, что этот круг будет еще шириться, потому что мы работаем в разных направлениях. Мы стараемся. Наше эфирное время заканчивается. Мы еще раз хотели бы вам напомнить, что экологический магазин «Комод» находится по адресу Карла Марса. Я смотрю на Дашу, чтобы не забыть. Карла Марса 123. Там есть вывеска. Обращайтесь, приходите. Спасибо большое, что вы были с нами. Даша, спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что пригласили. До свидания. До новых встреч. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова